Сейчас команда, как выражаются сами хоккеисты, работает на земле, чередуя многокилометровые кроссы и изнурительные тренировки в тренажерном зале. Хорошая возможность набрать нужные кондиции и, главное, познакомиться с партнерами. Ознакомиться есть с кем. Состав Хоккейного Брянска обновился практически наполовину. На сегодняшний день комплект команды уже сформирован практически. Мы заключили контракт уже с 20 человеками. Осталось, в общем, 5 человек. Мы планируем еще 3 защитников, 2 защитников и 3 нападающих. В общем, у нас уже команда сформирована. Основной состав из прошлого года у нас осталось порядка 12 человек. Именно тех, которых мы хотели видеть. В этом году селекционная служба команды сделала ставку на проверенных бойцов. Вернулись в Брянск некогда выступавшие за наш клуб Иван Лихотников, Вячеслав Соколов и Дмитрий Савельев. На смену перешедшему в Ростов галкиперу Щукину был призван опытный Олег Назаренко. В город на Десне прибыла и целая колония из Смоленска во главе с Александром Щиновым. О скорости и азарта команде должны добавить молодые Игорь Агапов и Александр Никитин. В целом, пофамильно, состав Брянска сейчас выглядит очень солидно. Все будут стараться, я думаю. Ребята все, поигравшие. Такие, с которыми уже не один год поиграл даже бывает. Есть. Так, я думаю, все хорошо будет. Подстать подбору игроков и задачи клуба на сезон. Попечительский совет поставил перед командой цель попасть в призеры чемпионата российской хоккейной лиги. Все понимают и руководство, и хоккеисты, и мы, и тренеры, понимаем, что ответственность большая, задача большая. И поэтому готовимся, подготавливаемся. Главное создать хороший коллектив, чтобы все понимали, что серьезные задачи стоят. В руководстве клуба учли ошибки прошлого сезона, когда скомканная подготовка привела к настоящему провалу на старте чемпионата. Потому на этот раз команда собралась практически за полтора месяца до первого официального матча. До середины сентября хоккейный клуб «Брянск» проведет порядка 15 контрольных игр. А главный тренер команды получил полную свободу действий. За прошлый год работы человек показал себя с положительной стороны, как и человек, как и профессионал. И мы коллегиально на наблюдательном совете и советом старейшим, грубо говоря, клуба решили, что этот человек нам нужен в качестве главного тренера. Стартующий сезон для «Брянска» станет еще и юбилейным. В этом году наш клуб отметит свое пятилетие. Именно поэтому в руководстве задумались о своеобразном ребрейдинге. Хотя директор команды тут же поспешил успокоить болельщиков. Глобальных изменений ждать не стоит. В кардинальном принципе меняться ничего не планируется, но тем не менее, если будут предложения от болельщиков, чтобы изменить в ту или иную сторону, просто большинство, я думаю, что ничего страшного не будет. Если что-то изменится, я думаю, что если что-то будет меняться, то будет меняться только в лучшую сторону. Первые товарищеские матчи «Брянск» проведет в середине августа в Тамбове. А в конце месяца всех брянских поклонников хоккея ждет подарок – представительный товарищеский турнир, посвященный юбилею нашей команды. Дмитрий Кузнецов, Евгений Седачев. События. Брянск.